Привет всем дорогие друзья, с вами я Андрей Ковтон и рад вас видеть на нашем канале AndroNews. Сегодня я запишу для вас мини обзор смартфона DOOGEE SHOOT1. Это девайс к нам подъехал в студию приблизительно недели полторы-две назад, то есть мы с ним здесь тщательно знакомились. Этот обзор будет без каких-то красивых проводок и так далее. Я просто вам расскажу свое мнение об этом девайсе. Мы делали синтетические тесты, мы с него звонили, мы на нем играли, то есть мы полностью его тестировали, изучали этот гаджет, поэтому это не будут просто пустые слова и так далее. Вообще мы решили немножечко формат распаковок поменять, то есть мы не будем вам рассказывать вот допустим, предлагал бы бюджетный смартфон, мы просто показали его внешний вид, рассказали его технические характеристики и все. Нет, мы лучше будем немножечко дольше все это записывать, но мы будем достоверную информацию давать, немножечко пользоваться, конечно же, не будет опыт использования после двух месяцев и так далее, то есть но если, допустим, в смартфоне есть какие-то косяки, мы их сразу бы заметили, в этом то рассказали и вот дуги shoot 1 мы пользовались около недели давайте-ка сначала вам покажу в какой упаковке поставляется этот смартфон ну и после вы не рассматривать все основные моменты все по порядку так вот снад комплект полет сам смартфон далее зарядное устройство следующими параметрами напряжение у нас 5 вольт сила только 2 ампера микро юсб кабель вот такой вот силиконовый чехол все этот производителя иголка с помощью которой мы сможем извлечь лоток для sim-карт так мануал здесь английский язык есть русский язык и защитная пленка вот таким вот образом смартфон выглядит в чехле но в общем то ничего нового и кстати вот увидим что защищается у нас микро юсб порту чтобы никакая грязь не попадала и так далее так убираем комплектацию в принципе здесь ничего сверхъестественного нет вот ничего нового поэтому нам она не нужна и начинаем более детально рассматривать сам смартфон на официальном сайте произведения заявлено что корпус этого смартфона выполнен из металла на самом деле ребят это пластик ну в лучшем случае это может быть какое-то напыление как было в дуге и x100 pro но на мой взгляд это чистой воды пластик все остальное что он заявил произведение официальном сайте это вранье так на правой боковой стороне у нас находится кнопка питания на левой боковой стороне кнопки регулировки громкости плюс минус ну и так сказать сборка в принципе нормально так на правой боковой стороне также находится лоток и для sim card сейчас мы его откроем и поглядим что здесь внутри на здесь и два слота для сим-карт формата микро один слот гибридный либо сим-карта либо карта памяти внутри этого смартфона находится 2 гигабайта оперативной памяти и 16 гигабайт постоянной памяти на нижнем торце мы видим micro usb порт поддерживается функция otg микрофон и внешний динамик на верхнем торце только лишь стандартный джек три с половиной миллиметра для гарнитуры в принципе в руке смартфон сидит довольно таки удобно то есть нет никаких таких претензий то есть касательно самой сборки несмотря на то что корпус выполнен из пластика никаких люфтов нет то есть я здесь нажимаю все и сверху и снизу ничего не скрипит вроде бы в этом плане все четенько так лицевая панель нас выполнена из стекла к ней примена технология два с половиной д также на лицевой панели у нас находится механическая кнопка в которой устроен сканер отпечатков пальцев также она сенсорная то есть если мы раз касаемся к ней то есть у нас выполняется действие назад с левой стороны нас находится кнопка с помощью которой мы вызываем меню многозадачности с правой стороны находится кнопка с помощью которой мы выполняем действие назад верхней части находится разговорный спикер камера и датчик приближения датчик освещенности собственно говоря все и фронтальная камера да я забыл не сказать. Так, олеофобное покрытие у нас на лице панели присутствует. Не самое высококачественное, но тем не менее, но есть. Палец скользит довольно-таки легко. Касательно работы сканера отпечатков пальцев. Сейчас демонстрирую, как это все работает. Ранее я его уже зарегистрировал. Смотрите, мы можем либо нажимать на механическую кнопку, и он срабатывает, либо просто касаться пальцем. То есть, вот он так срабатывает. Приблизительно, секунды полторы смартфон должен для того, чтобы разблокироваться. Тем не менее, учитывая, что стоимость смартфона 103 доллара, я считаю, что вполне неплохо. Итак, теперь говорим о козырях этого смартфона. Диагональ дисплея 5,5 дюймов, разрешение Full HD, матрица от компании Sharp. И, честно сказать, действительно, экранчик здесь шикарный. Но у меня с моими коллегами возник небольшой спор. Я же считаю, что здесь есть воздушный слой между тачем и между дисплеем. То есть, сам дисплей по себе неплохой, матрица IPS, углы обзора, в принципе, отличные. Тут все видно. Но воздушный слой все-таки есть. Это заметно. Я сравнился с моим смартфоном, с Mate 9 Pro. То есть, разница действительно есть. Так, ну да ладно. В целом, дисплей у этого смартфона, конечно же, отличный. Особенно, если учитывать ценник в 103 бакса. Итак, что же есть еще на борту этого гаджета? За его работу отвечает 4-х ядерный процессор MTK6737 Turbo. Это тот самый процессор, который не славится своей высокой производительностью, особенно игровой, но работает в нужных нам сетях 4G. То есть, он поддерживает полосы B1, B3, B7, B8 и B20. То есть, в России 4G пользоваться можно будет без проблем. Девайс работает под управлением операционной системы Android версия 6.0. Предустановлена оболочка от производителя. Признаюсь, что с момента получения нами этого гаджета, к нам уже прилетело 5 обновлений по воздуху. Действительно, их было очень много. И по 12 мегабайт прилетали. То есть, вначале было какое-то крупное давление, а потом по 12, по 15, видимо, что-то произвели. Просто допиливал и все. Я вам больше скажу, что изменений действительно есть. Когда мы получили этот смартфон, он заряжался очень долго. То есть, приблизительно около 5-6 часов. Пол ампера подавался зарядный аккумулятор. Вот сейчас же, уже последнее обновление установили, то есть, 1,5 ампера. То есть, быстрая зарядка, ну, как, в кавычках, быстрая зарядка поддерживается. Теперь он заряжается около 3 часов. Вот. Потом, что еще пофиксили? Изначально эффект боке, который появляется программным способом за счет вот этих вот двух камер, он был вообще просто омерзительным. В точности, как на, если не ошибаюсь, Aokitel U20. Ну, в общем, с двумя камерами. Бюджетный был смартфон. Вот компания Aokitel недавно я его рассматривал. Просто круг вот такой вот. Вот, допустим, вот, если я себя фотографировал, то есть, я был в резкости, получается, был только кружок, и все остальное было боке. То есть, эта же ситуация была и с этим смартфоном. Сейчас же, после того, как мы получили последнее обновление, она немножечко изменилась. Вот, смотрим примеры до и после. Звезд с неба не хватает, но, тем не менее, хотя бы что-то. Хотя бы что-то. Хотя, давайте уже говорить грубо говоря прямо. Вот, все равно эти две камеры вот в таком бюджете вряд ли когда-то допилят. Я думаю, что не получится какой-то классный эффект. То есть, все это, все-таки маркетинг. Вот. Ну, о камерах давайте немножечко позже. Сейчас мы еще поговорим об интерфейсе немного. Так, компания Dui, как всегда, выделяется, если сравнивать с другими китайскими производителями третьего эшелона. Здесь есть множество различных смарт-функций, типа пробуждения с помощью двойного тапа, вызов ранее заданной функции с помощью ранее заданного узора, бесконтактное перелистывание рабочих столов и так далее. Еще меня удивил тот факт, что это бюджетник и здесь есть возможность регулировки температуры цветов в дисплее. Режим чтения присутствует. То есть, ну, как бы вот эта фишка реально классная. Так, ну, рандомное изменение обоев на рабочем столе. Да и все это, как бы, уже этим не удивишь. На мой взгляд, это все трэш. Так, дальше, дальше, дальше. Для передачи данных у нас Bluetooth только лишь, то есть QR-код. Все это, в общем-то, неинтересно. Вот такое вот, в общем-то, у нас меню. В целом, это, конечно же, голый Android. Итак, поскольку это мини-обзоры, мы зайдем в настройки. Я вам покажу скриншоты, скриншоты, которые мы сделали. Так, в Antutu он набирает около 40 тысяч баллов. 3D-марки даже показывать не буду, потому что двухъядерный Mali 720, это вообще полное дно. К спутникам GLONASS и GPS смартфон коннектится. Так, в Geekbench четвертом у нас в Multicore он набрал 1732 балла и в одноядерном T625. Ну и, собственно говоря, это все, что я вам хотел показать. А вот еще, Antutu B3 TS 6216 баллов набрал этот смартфон. Емкость аккумулятора, заявленная производителем, 3300 мАч. Что я могу сказать, то есть, в целом, в целом, то есть, после последнего обновления он день держит стабильный. То есть, на два дня работы вы можете даже не рассчитывать. То есть, батарея у нас здесь средняковая, то есть, и, в принципе, ни на что больше, учитывая заявленную квастоемкость аккумулятора производителем, рассчитывать не стоит. Теперь немного об игровой производительности и о нагреве корпуса смартфона. Играл я в танки, на средних настройках изображения, то есть, в принципе, у нас проседания есть даже до 15 кадров в секунду, до 20 кадров в секунду, поэтому, опять-таки, это подтверждает, что чип MDK6737 бюджетный не игровой чип. То есть, на минимальных настройках изображения играть, в принципе, можно. Около 30 кадров в секунду, это средний результат. Касательно нагрева. До 40 градусов у нас нагрелся корпус смартфона, то есть, и, в принципе, это нормально. Играть вполне комфортно. То есть, какие-то легенькие игрушки вы поиграть с помощью этого девайса сможете. То есть, ну, даже, в виде тяжелой, то есть, но на минимальных настройках. И вот мы плавно подошли к камерам смартфона. Как я уже говорил ранее, в качестве основных камер здесь используются два модуля. На 13 мегапикселей от Samsung на 8 мегапикселей. Максимальное значение апературы 2,2,2. Вот. Двухсветная светодиодная вспышка находится. Также, кстати, забыл сказать, что на тыльной панели здесь находится второй микрофон для шумоподавления. В качестве фронтальной камеры у нас используется модуль на 8 мегапикселей. Интерфейс камеры здесь вполне стандартный, как и у любого смартфона от производителя третьего эшелона. Голый Android. Заявленная максимальная размер фото равен 16 мегапикселям. Реальная 13-ка. Так. Максимальное разрешение записи видео у нас HD. Так. Здесь режим расширенной диафрагмы. То есть, ну, опять-таки, примеры вы посмотрите немножечко позже. То есть, я сейчас продемонстрирую, какие еще фотографии у нас получились. И я вам больше скажу. Мы сравнили основную камеру этого смартфона с основной камерой смартфона Xiaomi Redmi Note 4X, для того, чтобы видели наглядную разницу. Так. Что здесь еще есть? Режим HDR есть, панорамная съемка, Face Beauty, ну, и стандартный режим. То есть, тот, который мы, в принципе, в основном пользовались и всем советуем вам пользоваться. Вот. Так. Фронтальная камера. С ней обстоят дела немножечко получше. Немножечко получше. Вот. У нас также есть режим Beauty. Стандартный режим. Вот. Снимок с помощью жеста. И HDR. Ну, и Beauty, разумеется, есть. Вот. Смотрим на примеры фото и видео. То есть, и после этого я буду давать какие-то свои комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Ребят, ну что я могу сказать Фронтальная камера фотографирует вполне неплохо Как для бюджетника, я бы сказал, даже хорошо Касательно основных камер Потенциал у самого сенсора неплохой Вот, допустим, давайте посмотрим на это фото Я считаю, что разница несущественная И вот вам еще парочку фотографий Ребят, здесь вот разница уже есть В чем проблема? Не всегда камера этого смартфона Фокусируется в том месте, куда мы тапаем пальцы Тач-фокусом мы пользуемся Вот, допустим, на этом фото Я фокусировался непосредственно на вот эту горку А в резкости у нас находится задний план Здесь же вот фотография, допустим, самокат Я фокусировался непосредственно на самокате На надписи А получилось так, что на резкости вообще левая сторона получилась Все остальное мыло То есть там, где я захотелся фокусироваться Эта часть была не в фокусе Ну, короче, как-то не круто И вот вам фотография, полученная в условиях искусственного освещения Разница, конечно же, есть И она в пользу Redmi Note 4X Боке Смотрим на боке До обновления После обновления Я уже показывал ранее То есть в целом Эта функция, конечно же, я считаю, что вообще Не нужна в этом смартфоне То есть опять-таки Повторюсь, что это не более чем маркетинг Если говорить о камерах этого смартфона в целом Кстати, нет, еще видеосъемка Я вам сейчас покажу Я считаю, что Сама картинка, конечно же, не резкая То есть максимум HD разрешения Вот Но стабилизация работает вполне неплохо То есть заценить стабилизацию Я считаю, что, в принципе, вполне неплохо Считать Doge Shoot 1 бюджетным камерафоном Я, конечно же, не стал Но в целом за 103 баксы Он фотографирует, на мой взгляд, вполне неплохо Ссылку на исходники Вы найдете в описании под этим видео Теперь немного о звуке Из внешнего динамика И о звуке в наушниках Слушаем Максимальная громкость Динамика у нас один Находится на левее от microUSB порта Звук далеко не чистый Но он громкий Слушать музыку из внешнего динамика Это, конечно же, полный ништяк Вот Но, скажем так Если у вас где-то лежит смартфон То есть там, кто звонит Вы звонок не пропустите Звук в наушниках Здесь, конечно же, печальный То есть для того, чтобы послушать радио Кстати, радио здесь есть Можно слушать его без проблем Вот Посмотрите какой-то фильм Посмотрите ролики в ютубе Вполне ничего Но как-то вот Если вы хотите Послушать музыку И получить такой-то кайф С помощью этого смартфона Этого сделать не получится Ну что же Давайте подводить итоги Касательно этого девайса Еще раз Начинаем со стоимости 110 баксов на алиэкспресс С учетом кэшбэк Плюс-минус доллара 103 Внутри него 2 гига оперативки 16 гигабайт постоянно Появите Слабенький процессор Full HD дисплей Матрица от Sharp Вполне неплохой экран Вот Неплохие камеры То есть если сравнивать с аналогами Допустим Там какой-то Лего М5 Ну что там еще Плюс-минус около 100 долларов Мы не берем Сяоми Мы не берем Мейзу Потому что вот эти вот Смартфоны от произведения Третьего эшелона Это совсем другая история Я бы всегда лучше Покупил бы себе Мейзу или Сяоми Но допустим Мейзу предлагает Допустим Плюс-минус М3 Note Там стоимость Это 125 баксов Два Модификации С 2 гигабайтами Оперативной памяти 16 гигабайтами Постоянной памяти За эти деньги Плюс-минус Можно купить Сяоми Редми 3s В младшей модификации Но там 2 гига Оперативки не хватает И даже если не хватает Сурун там 5 дюймов То есть Некоторые рассматривают Вот такие вот смартфоны Как альтернативу Если говорить в целом Я удивлен Знаете чем То есть я всегда Скептически отношусь К устройствам От производителей Третьего эшелона Потому что Ну Качество и так далее Оставляет желать лучшего Что порадовало В этом смартфоне То что за момент эксплуатации К нам прилетело 5 обновлений Однозначно Этот смартфон К нам попался С первой партии То есть На нем не было установлено Ранее ни одного обновления То есть С момента существования Этого смартфона В принципе У него было выпущено 5 обновлений Но ребят Это устройство От производителей Третьего эшелона И 5 обновлений И все они действительно Как-то пофиксили Баги в этом смартфоне То есть Это не так что Просто выпускается Чтобы Так вот пыли в глаза Пустить людям Типа Мы работаем Над этим смартфоном И так далее Вот действительно Пофиксили Множество багов То есть Вы можете почитать Комментарии на форумах И вы найдете Там подтверждение Моих слов Короче Как для производителей Третьего эшелона И стоимости Этого смартфона Девайс Вполне себе Неплохой Не то чтобы Я прямо здесь кричу Всем рекомендую И так далее Рекомендую Всем лучше За эти деньги Брать Xiaomi и Meizu Но если вы обратили Внимание на этот смартфон И Как-то вот так вот Мешкаетесь Покупать Не покупать То есть Ну вот он всем Он вам понравился То есть Ну вот не знаете Брать или не брать Можно брать Вполне годный аппарат Где купить Это устройство По актуальной цене Я укажу в описании В комментариях Под этим видео Конечно же Не забывайте Пользоваться Кэшбэк Экономьте На своих покупках Ссылку на инструкцию Как это делать Вы найдете В описании Под этим видео Интересуйтесь Китайской электроникой И электроникой В принципе Подписывайтесь На наш канал У нас там Множество интересных Полных обзоров На различную электронику Вот И добавляйтесь Наши социальные сети У нас их много А также Не забудьте Посетить наш сайт AndroNews.com Как-то Много раз всего прошу С вами был Как всегда Я Андрей Ковтун Специально для AndroNews Да пребудет с вами Андроид Пока-пока